Гомельский областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного сяродя начал мониторинг водоемов. Головная мета – попереджение гибели рыбы за недохопу кислороду. Промеры, которые принимают экологи и парады, что дают насельницу. Наш наступный репортаж. Замор рыбы – зьява сезонная. Зимой ее причиной может стать толстый лед. Летом – массовое гниение водоросли. А по двух выпадках отбывается снижение у водоемов у зровня кислорода до критичной ознаки. Керавник селянской господарки Тимофей Кукса мае у арендзе амаль 20 км у раки Сош и особное в озеро. Минавито на этом водоеме, где нема течения, звычайно означается наибольшь несприяльная ситуация. Гэтой зимой гибели рыбы не было. Зато весной пришлось опрымать терминовые меры. Весной выросла трава, и мы увидели, что пошли дожди, и что сейчас будет подъем воды, и это затопит, и она начнет гнить. Ну и это как бы совпало с нерестом. Мы немножко подождали, чтобы вылупилась личинка, которая на траве висит, и потом скосили. Коли такие виды рыб, як линь и карась, ясшы могут перенести недохоп кислороду, у остатніх шансов на выживание без допомоги человека практически нема. До мониторингу ситуации на водоемах на Гомельшине протягнули областную и межрайонную лаборатории Республиканского центра аналитичного контроля у сферы аховы навокольного сяродзя. Выники зробленных проб становятся ведомыми у гэтаж день. А прачатаго экологи звернулися до арендаторов и у организации отказные за аховы рыболовных угодзел. У комплексе пропанованных профилактичных мероприемствов уборка рослинности у выдаемах, где может отбыться замор рыбы. Створение леса кустарниковых полос, уздолж берагов рык – такая мера дозволяет продухилить смыл органичных речевал. Плюс расшистка притоков и организация додаткового водообмена. Об выявленных фактах гибели рыбы можно поведомить на горячую линию областного комитета природных ресурсов по номеру телефона Угомели 23-24-89. Целью упреждения данных заморов комитетом области проводятся мероприятия. Это у нас определены 25 водных объектов в целом по Угомельской области, которые наиболее подвержены заморам. На них ведется постоянный мониторинг, то есть отбираются пробы воды на предмет содержания кислорода и анализируются. В случае, если содержание кислорода будет менее 4 мг на метр кубический, то будут приниматься меры насыщения данной воды кислородом.